В центральном зале Казмедиа-центра не протолкнутся. Больше тысячи журналистов и операторов разместились на офисных стульчиках, пуфиках и диванах аккредитационного пресс-центра Экспо-2017. Отсюда с информационного центра идет прямое включение. Российский журналист и ведущая новостей канала «Россия-24» Наталья Литовко в Казахстане не в первый раз, но на таком грандиозном событии впервые. Я не первый раз в Казахстане, не первый раз в Астане, но первый раз на таком глобальном для Казахстана мероприятии. Конечно же, я поражена масштабом. Во-первых, поражена архитектурной идеей Экспо, вот этим шаром, зданием, сферой. Действительно, это теперь будет, наверное, такой главный символ, один из главных символов Астаны, современной, такой очень футуристичной, смотрящей в будущее, наверняка символ, который появится и на открытках. Журналист из Финляндии Райан Гертон нашу страну посещает впервые. Представитель одной из старейших газеты Daily Finland удивила в первую очередь сама столица. Современный и удивительный город так охарактеризовал Астану зарубежный журналист. Когда у нас в редакции стал вопрос о том, кого отправить на Экспо, я первым вызвался. Еще в 2012 году я узнал, что ваша страна проводит Экспо и очень заинтересовался вашей страной. В своей практике я больше писал про Восточную Европу. Тема Центральной Азии для меня была неизвестной. «Скажу одно, то, что я ожидал увидеть и то, что увидел, это просто небо и земля. Я очень рад, что смогу все это светить». Без сна и отдыха работала съемочная группа из Китая. Представитель СМИ из Поднебесной Жи Чи Чиен два года пишет о выставках Экспо. Он успел побывать на выставке в Италии и Турции. Перед приездом в Астану даже выучил несколько предложений на казахском языке. Астана, пожалуй, самый необычный город, где проводилась выставка. И это обо всем сроках, за которые была построена столица, ее футуристической архитектуре и, конечно, гостеприимстве гаража. В ближайшие 100 дней столица Казахстана станет всемирным центром дискуссий по возобновляемым источникам энергии о проблемах экологии в планетарном масштабе. Гостей Экспо до 10 сентября ожидает свыше 3000 незабываемых мероприятий. Алимхан Юсень Галифит, Даржан Усканов, информационная служба телекомпании «Утрар», Астана.